Мы с тобой уже знаем, что все птички похожи друг на друга. У них у всех есть клюв, голова, хвост, тело и лапки. Будем сейчас с тобой смотреть, какие птички бывают, кого мы можем встретить на прогулке. Чаще всего мы видим эту птичку. Это ворона. У нее черная голова и хвостик, и серый животик. Ворона нам на прогулке поет. Вороны вьют гнездышки высоко на деревьях. Мы их можем увидеть. Также на прогулке мы часто видим вот эту птичку. Это голубь. Голуби любят уже готовые гнезда, любят прятаться там, где много еды, и тоже обычно живут все вместе с семьями. Курлы-курлы, поет голубь. Курлы-курлы, вот так. Это птичка воробей. Тоже мы ее с вами часто видим. Маленький, коричневый, шустрый. Сразу много их обычно прилетает на прогулке. Друг с дружкой они весело играют и чирикают. Как нам с вами поет наш воробушек? Чик-чирик. Чик-чик-чик-чирик. Еще очень часто мы видим с вами вот эту птичку. Желтую синичку. У нее синяя шапочка и синий хвостик. Синички красивые. И еще они очень красиво поют. Слушай. Вот так поют синички. Они маленькие, похожи на воробушков, но такие красивые. Еще мы с вами иногда видим вот такую птичку. Это сорока. Она похожа на ворону, но у нее белый животик и очень длинный хвост. Она живет в лесу, но иногда прилетает к нам в гости. Говорят, что она на хвостике приносит новости. И поет вот так. Угу. А еще иногда зимой к нам прилетают вот такие красивые. А еще иногда зимой к нам прилетают вот такие красавчики. Это снегири. Красные яркие грудки, черные хвостики и голова. Поют вот так. Тоже очень красиво, правда? Этих птичек мы можем часто увидеть в городе. Как я и говорила, у них у всех есть лапки. У них у всех есть клювики. У них у всех есть крылья, чтобы летать. И у них у всех есть хвосты, чтобы держать равновесие. Вот такие птички. Продолжение следует...